В поселке Хандыго Тампонского района появится монумент строителям Магаданской трассы. Его установят на нулевом километре трассы у берега реки Алдан, рассказывает Мария Винокурова. Примечательно, что объект возводится на народные деньги. На сбор средств откликнулись как предприятия и организация поселка, так и все население. На сегодняшний день собран 1 миллион 200 тысяч рублей из 2 миллионов 900 тысяч рублей. Изначально сами дорожники предлагали построить памятный монумент у федеральной дороги Колыма, которая пересекает поселок Хандыго. Но так как дальше слов дело не пошло, администрации поселка Хандыго решено было оставить то место, где ранее стоял деревянный столб с указанием нулевого километра у самого берега реки Алдан. Та толика, которую мы можем в честь их памяти сделать. Чтобы потом наши потомки, наши дети, внуки, правнуки, это история. История нашего поселка. Поэтому я считаю, что оно должно быть. Работы на объекте по договору выполняет Ипэ Манукян, который на собственные средства завершит строительство. А поселковая администрация будет рассчитываться по мере поступления средств на внебюджетный счет. В эти дни рабочие заняты облицовкой постамента, где будет стоять статуя женщины-матери. И выполняют работы по сооружению ограждения. Сейчас мы собираем эту лестницу, эту расчетку и еще облицовку собираем. И будем эту сварку сделать так, крылья, как огонь. Памятник строителям Магаданской трассы будет не просто украшением поселка, но и нести духовную составляющую, чтобы жители знали и помнили, какой ценой была построена самая длинная северная трасса в мире. Нулевой километр, который начинается с поселка Хандега. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, НВК Саха, Хандег.